Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в три раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Последний выход, потому что почему-то скидывается все. Я не знаю, короче, почему, ребят. Вот, и... Наверное, это судьба. Наверное, не стоит эфирить пока что. Хотя у меня вроде как нормально работает Wi-Fi. Вот. И я стяжусь с него, но что-то короче, что-то короче, да. Вот, поэтому давайте. Вот сейчас у меня на часах без пяти час. Минут 10, короче, посидим, и я пойду. Да, это на самом деле смешно и очень грустно, что так все происходит. В браге я отношусь хорошо, ребят. Вот. Поэтому давайте вот из последних сил мы все-таки попробуем еще поэфирить и разойдемся. Так. Даже, говорите, музыку выключил, чтобы, мало ли, может, она там что-то делает. Хер бы пойми. Прошлая песня, но только что играл Weekend, Real Life. Западные баттлеры, короче, подстей, по-любому, очень крутой чувак. Советую его баттл посмотреть. Они есть с субтитрами. Это чувак, который в себе зачитает, на мой взгляд, вообще все необходимые параметры для баттл-райпера. Он очень харизматичный, артистичный. Он умеет и пошутить, и где-то там сказать серьезно. Вот. При этом он очень круто подает материал. Поэтому вот подстей. Кто еще... Мне нравится Ил Мекуэйд. Мне нравится Консидет. Дамфаундет. Неплох. Такой ветеран. Крутой чувак. Вот. Мне не нравится Дизастр, если что. То есть, ну, как бы, типа, я отношусь к нему спокойно. Я не понимаю всеобщего вот этого фанатизма по отношению к нему. Вот. Я считаю, что он, как бы, ну, он крутой, но лично я не фанатею вообще. Твиттер я почитываю, да. О, шум пришел. Шуму привет. Паумдропов или летает? Ну, блин, трудный вопрос, наверное, Паумдропов. Потому что лично мне ближе такой стилетчик, мне ближе ворплей, нежели... Пантарифмы и игра с флоу на Акапельных баттлах. Шум отношусь к себе очень так хорошо, на самом деле. Ну, с ностальгией, я бы как бы сказал. Так. Ну, что, ребята, давайте будем потихонечку закругляться. Наверное, эту трансляцию, короче, выложит какой-нибудь рэп-перископ. Точнее, все эти кусочки. Вот. Но, как бы, может, кто-нибудь даже пересмотрит, что-нибудь для себя найдет. Там, если Баттл подстает, допустим, посмотрит. Или там. Даша, привет, я вижу. Так, 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 так. Браги вернулся. Что-то я не вижу такой Браги в чате. Дима, я что-то тебя не заметил в чате. Ты уже в ЕКБ? Я думал, ты сейчас... А, ну да, 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 да. Короче, ребята. Волки, гляну. Да, я не Игнор Браги, я просто не видел. Я слепой, ребята. Да, у нас такая хайп-трансляция сегодня какая-то. Вначале хотели потранслировать со Смоки. Потом сейчас вот Овстар тут у нас собрался. Так. Привет, Браги, Браги, Браги. Всем... Ну, Дима, не нужно звонить Смоки. Блин, это так круто. Веселье. Короче, короче, короче. Куда билеты? На батл продаются. Да, на слово ИКБ билеты есть, ребят. Покупайте. И все, Лучат. Давайте все здороваться. Дима, тебе привет тоже. Зубы, да, обычные зубы, ничего такого. Я вчера, да, я вчера, короче, валялся на травушке в парке и кормил голубей с рук. Это было зашибись. Так, давайте все будем здороваться. Привет всем. Обожался, обожался. Это круто. Привет, зубы. Шум, сука. Офигенно. Короче, ну что. Зубы, зубы. Привет всем. Привет. Даша, привет. Шум. Привет. Это кайфово. Как тут деньги собирать? Короче, я тоже думал, Дима, но что-то я пока не нашел вариант. Вот, короче, если будут у нас так дальше проходить эфиры, тогда, ребят, я согласен, короче, выходить почаще. Вот, потому что, потому что это, типа, круто вообще. Привет, лечение. Е-бой. Так, я думаю, что сейчас нам нужно уже начинать прощаться всем. Вот. Как вы, да, как вы, короче, думаете, может быть, мы перезапустим флешмоб и будем говорить пока. И это будет так же атмосферненько. Вот. Враги уже подхватил. Шум, ты давай это самое, не порти все. Да, короче, давайте будем прощаться и одновременно еще там что-нибудь спрашивайте, я буду отвечать на вопросики последние. Хорошо, понемножку. Я маленечко хочу спать, да, но даже больше не спать. Нужно сегодня еще поделать разные билишки. Ты в натуре за деньги цепляешься. Да, блин, нет. Это все шуточки, ребят. Если я бы цеплялся бы за деньги, сейчас был бы стрим, наверное. Хейтлер и Оксановский респектуют Парагирину. Да, короче, блин, на самом деле давайте относиться адекватно ко всем. Не важно там Оксимирон, не Оксимирон. Сколько ж можно уже. Очень много Оксимирона, на самом деле. Насчет книжек, скажу честно, читаю мало, редко, но порой бывает. Насчет диз? На кого диз, Дима, опять? Так, Даша, слушай, вот это, короче, предложение можно обсудить, потому что ты же играешь-то так, как бы, нормальненько, поэтому слушай, слушай, чё бы нет. Давай спишемся на этот счет. Словарный запас без книг, я сам в шоке. То есть, я, то есть, я, мне вот, как бы, короче, порой говорят, что, ну, вот, опять же, да, как бы, короче, типа, вот, в речи у меня много слов-паразитов на баттлах, я, не знаю, может быть, потому что я просто, да, фильмы смотрю, хер его знает, не знаю, то есть, я книжек читаю, на самом деле, мало, и мой сплаварный запас точно не оттуда. Возраст, может, да, возраст, опыт, не знаю. Нищий парагрим. Образование, у меня высшее образование, окружение, вот, шум браги, как вы можете заметить, у меня отличное окружение. Браги, пенсии, получается, потерянную ногу. Я думаю, да, но лучше, лучше у него спросить. Мне 32. 44. Короче, этот наш флешмоб с прощаниями, походу, дело все-таки не состоится, поэтому я же сам буду сливаться потихонечку. А вот насчет рифмовки спросили, да, короче, контакты косметологов, в смысле, что, метко-то есть прыщики, 32 года. Короче, насчет рифм, да, видел, что Джубили сказал, это его мнение. И я все-таки за то, чтобы было больше, как говорит Артем Лоик, смысла. Вот, как бы, я могу, наверное, накидать побольше рифм, но еще плюс у нас есть лимиты, лимит на раунды. Вот, и я пока не могу уместить вот в этот лимит все, что я бы хотел, и рифмы, и все такое. Может, это, конечно, отмазка, вот, но я считаю, что, в принципе, у меня с рифмами не так уж и плохо, то есть я стараюсь там хотя бы там через раз делать дабл райм, хера бы знает, как у меня это получается судить вам. Вот, поэтому Джубили, ну, наверное, за своей колокольней судит правильно, но, как бы, я не особо ставлю именно на количество сложных рифм, больше на интересные строчки, мне это как-то прикольнее, то есть именно когда в тексте есть какая-то структура, хера бы знает, там, последовательность и, да, какой-то такой общий рассказ, скажем так, хера бы знает, месседж. Так, отмазка ты можешь, ну, да, может быть, я смогу накидать побольше рифм дальше, я подумаю насчет этого всего. Так, 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 так. Топ-3 англоязычных рэпера. Топ-3 англоязычных рэпера прямо сейчас, да, как у Дуя. Короче, хера бы знает на самом деле, потому что я слушаю, как бы, слушал музыку, там, из разных времен, да, то есть, и вот, если там говорить о фрешменах, то там одни люди, то есть мне там, вот, как бы, допустим, мне очень нравятся чуваки, там, типа, Lil Pampa, Lil Yati, вот эти все, короче, типа, я их даже не особо отличаю, и, может, это даже не круто, но у меня такое не цепляет совсем. Там, Lil Uzi Vert, там, тот же самый. Вот, если, короче, сказать, скажем так, назвать рэпера, в которых я слушаю до сих пор, там, несмотря на время, то это по-любому будет Lil Wayne, это по-любому будет Ella Wolf, вот, и... Ну, наверное, я бы сказал Eminem, но это, мне кажется, будет очень, короче, банально, поэтому пусть будет Luda Cris. Да, Luda Cris тоже очень сильно люблю. Его рыбчик, его стилетчик. Тек, 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 тек. Зачем вообще? Вот, хороший вопрос насчет страны, наверное, у меня среди молодежи тусить. Иногда мне кажется, что да, типа, я думаю, такой, блин, ну, как бы батлить с молодежью. Но, с другой стороны, какая разница, там, сколько, как бы, тебе лет, мне кажется, допустим, у того же PM-а батлового опыта не меньше, чем у меня, поэтому мы же, как бы, соревнуемся не в том, кто старше, а кто, как бы, лучше читает рэп, поэтому тут, как бы, такая, знаете, палка о двух концах. Вот, поэтому мне не стрёмно, но иногда я думаю, что, блин, ну, типа, конечно, я староват, но, с другой стороны, я, опять же, там, смотрю, там, на, там, зарубежных батл МС, и там очень много взрослых мужиков, поэтому, в общем, как бы, в целом, в целом я не комплексую, скажем так. Так, тек, 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 кинчиков, пару кинчиков, короче, ну, вот, на батле с МакКонаном у меня была схема по чёрным комедиям всяким, по фильмам, где снимались темнокожие, вот, и там фильм Get Out я называл, Get Out или Прочь, гляньте его, это прям вот из, по-моему, прошлогодних триллеров, самый, наверное, лучший из тех, что я видел, а так, ну, блин, очень трудно советовать, потому что мне нравятся фильмы очень разные по жанру, там, по содержанию, вот, фильмы Кевина Спейси мне, как бы, нравится, несмотря на то, что, ну, он гей, как бы, вообще, пофиг на это, он очень крутой актёр, то есть, там, фильм в духе заплатит другому, красота по-американски, жизнь Дэвида Гейла очень нравится. Так, так, Хапсин, Хапсин мне нравится, Хапсин крутой. К футболу отношусь хорошо, но я, скажем так, не фанат, и сейчас смотрю всё меньше, но я думаю, что что-то я по-любому из чемпионата посмотрю. Много знал, не заслушивался, но он крутой чувак. Очень такой, на своей волне, я бы сказал, самобытный. Лил Уэйн, да, это прям моя любовь. Ты именем. Лоджик, Лоджика я немного слушал, то, что слышал, круто. Так, короче, опять напропускал сообщений. Теперь я пытаюсь восстановить. Короче, фильм Баттл пока ещё не смотрел. Вот, и надо будет посмотреть на самом деле. Кстати, вот, может быть, прямо сейчас этим и займусь. Хоккей, я не фанат, вот, но так посмотреть иногда можно под пивко, по-любому. Значит, отвечаю на вопрос Димы Шума. Кристалл Курьер я отношусь плохо, ужасно. Вот, на самом деле нет. К Шуму отношусь плохо. Какой он вообще. Видите, что он вообще пишет по мне. Реакция на фильм Баттл, ну, да. Ну, короче, вот, спрашивают про панчи. Я не настолько самовлюблён, чтобы свои панчи цитировать. Вот, и... Ну, я, короче, наверное, в следующей трансляции я попробую подготовить свой топ панчи на русском языке. То, что я слышал для вас. Текст или звучание? Ну, смотря какой трек. То есть, понятно, что, наверное, в грустном треке смысл очень важен. Настя, чёрная кофта в шкафу. Да, я скромный, ребята. И, наверное, это даже плохо иногда. Но я с собой ничего не могу поделать. Извините. Канал в Телеграме я думал. Я думал, может быть, и заведу, если вам это интересно. Но я просто не знаю, что я там буду рассказывать вам. Вот. Ну, в принципе, наверное, можно. Рост 170 у меня. Короче, сегодня топ тем это Микси, Летай, Джонни Бой. Вот. Почему-то самые интересующие вас персонажи. Так, ладно. В общем, я думаю, что пора завязывать на сегодня. И так уже много очень транслировали. Сколько, наверное, часа-полтора точно. Несколько заходов. И с переменным успехом. Но я думаю, что пообщались хорошо. Вот. Поэтому можно спокойненько прощаться. Потихонечку. Хватит уже. Джонни Бой. Джонни Бой. Я уже сказал, что трек мне не очень. Клип хорош. Надеюсь, что он будет дальше развиваться. И покажет еще хороший материал. Да, давайте будем прощаться. Ребят, всем огромное спасибо за поддержку. За то, что вы пишете адекватные комментарии. В большинстве своем. Вот. И дело не в том, что вы там за меня. Или против Джона. Или против команды голубей. Или там за команду тигров. Дело в том, что вы себя ведете достойно. Если пишете вещи, которые читать, по крайней мере, ну, блин, можно без какого-то ответного негатива на это. И без прочего настроения. Вот. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня именно. То есть, кто там пишет какие-то слова добрые в мой адрес. Я буду стараться сделать для вас еще более крутые батлы в этом сезоне. И не только те, кто живут в ЕКБ. Вы, по-любому, приходите на наши ивенты. Вот. На 23-го числа у нас в Summertime Madness 3. Третий ивент. Третий год мы проводим ивент с таким названием. Я считаю, что это круто. Вот. И вы, по-любому, должны нас посетить. Если вы любите батл рэп. Если вы хотите как-то быть в этой теме всей. То есть, не ограничивайте свое пребывание в этом жанре интернетом. То есть, я думаю, что те деньги, которые мы берем за билет, они не настолько большие, чтобы их зажимать. Вот. Вите и Майлзу огромный привет. Вот. Ну все. Всем еще раз спасибо. Я думаю, что эту трансляцию выложат так и так. Вот. Я думаю, что мы еще потранслируем с вами по-любому как-нибудь. Может быть, через недельку. Может быть, больше. Посмотрим. Посмотрим, как бы, по настроению. Я думаю, что я как-нибудь могу там спонтанно выйти в эфир там с чуваками, если будем там как где-нибудь сидеть. Вот. Поэтому следите за новостями. Я пойду батлить. Вот. Батлить. Да. Сам собой. Ладно. Не суть. Все. Всем удачи. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok